Роман Коверда Роман Кожановский Рассказывай нам про что? Вообще, если кто-то не знает, то ты снимаешь, да? Я занимаюсь лингвистикой, нейробиологией Особенно интересуюсь критикальными репрезентациями эффективных состояний лимбической системы головного мозга Сегодня расскажу, не смейся в камеру Сегодня расскажу пару слов, планировал больше О когнитивной эмпатии и эмоциональной эмпатии Вообще, о том, что такое эмпатия Я писала по этому дипломную Нейробиологическую? Нет Я дополню тебя, ты дополнишь меня Окей Так, значит сейчас Рома, если нужны маркеры, они сзади в тубусе Понял, в этом? Да Нет, в тубусе это не тубус Вот это тубус Так, я начинаю Значит, может быть, кто-то из присутствующих, знаком, слышал о трудах британской мыслительницы этики второй половины 20 века и первой половины 20 века Филиппа Флот В 1967 году она сформулировала то, чему предстояло оказаться едва ли не самой обсуждаемой, самой значимой, пожалуй, самой спорной и занятной, занимательной проблемой нормативной этики во второй половине 20 века В историю это вошло под названием the trolley problem Otherwise known as the trolley dilemma В грубом русском переводе Дилемма вагонетки Или Проблема вагонетки, проблема локомотива, проблема поезда Здесь присутствуют люди, мои агенты Вернее, мои студенты Это Юра Он во многом об этом слышал уже и поэтому может дополнить, если что, поправить Может быть, я что-то не упомяну из существенно важного Он очень Да Сценарий Филипп и Фут Дилемма вагонетки следующий По железнодорожному полотну стремительно несется поезд или локомотив или вагонетка с отказавшими тормозами На пути у вагонетки или у поезда, у локомотива на рельсах зажато пятеро Они зажаты и связаны, они уже не смогут выбраться оттуда Поезд стремительно приближается к ним Вы стоите на платформе рядом И так получилось, что рядом с вами находится рубильник, который вы можете переключить И перевести тем самым поезд на соседний путь и спасти пятеро Но в последние секунды вы замечаете, что на соседнем пути зажат один человек Станете ли вы переключать рубильник? Станете ли вы переключать рубильник? Это формулировка оригинальной дилеммы Филиппа Фут Девять лет спустя, в 1976 году, ее американская коллега Этик Джудит Джарвис Томпсон Разработала вариацию этой дилеммы, дилеммы вагонетки В дополненном сценарии, в новом сценарии, в редакции Джудит Джарвис Томпсон Все тот же поезд или та же вагонетка с теми же отказавшими тормозами Тот же путь, те же пятеро несчастных Но в этом случае в вашем распоряжении нет ни рубильника, ни даже второго пути Однако вы находитесь на виадуке, на пешеходном мосту над рельсами И вы понимаете, что единственная возможность спасти тех пятерых Это остановить поезд, остановить способно Я подчеркиваю, что ситуация чисто умозрительная То есть представьте себе такую идеализированную ситуацию И никаких естественных юридических последствий в этой ситуации вам не будет Вам необходимо принять решение, за которое вам ничего не будет Вы понимаете, что единственный выход в этой ситуации Это столкнуть на рельсе нечто объемное, грузное, что способно остановить вагонетку И тут откуда ни возьмись, на пешеходном мосту появляется толстый, грузный мужик Он ни о чем не подозревает И вы понимаете, что массы его тела, его объема Хватит для того, чтобы остановить этот поезд Вопрос Сможете ли вы столкнуть толстого мужика на рельсах, чтобы остановить? Нет Ну а я говорю, что ситуация умозрительная Он будет сопротивляться, сможете ли вы столкнуть, чтобы спасти пятерых? Нет Вот Слушай Это кто знает Юра знает уже В каких целях были использованы впоследствии эти две вариации дилеммы вагонетки? Ну, чтобы определить, кто способен на эмоциональную эмпатию, а кто нет Да, если быть точнее, для клинической диагностики психопатического расстройства личности В конце 70-х годов, профессор университета Британская Коколумбия Роберт Хер Или Боб Хер, да Разработал специальный опросник Опросник, предназначенный для выявления психопатического расстройства личности Психопатия это все то, что люди не вкладывают в это слово, когда используют это в повседневном общении То есть все, что люди предполагают или понимают под словом психопатия, это полный вздор Психопатия это психиатрический, психологический термин, предполагающий определенный тип личности Не обладающий вообще никакими эмоциями, не отрицательными, не положительными Полным отсутствием эмоциональной эмпатии, отсутствием сострадания, отсутствием чувства вины, отсутствием чувства раскаяния, безответственностью, абсолютным хладнокровием в условиях давления, в стрессовых обстоятельствах И в данном случае стрессоустойчивость означает стрессоустойчивость То есть если у вас что-то произошло, если вы, например, сломали шпильку на каблуке и вы считаете, что вы можете это пережить, это не стрессоустойчивость с точки зрения психопатов Начало ядерной войны, вот такой стресс, в этом проявляются психопаты Они устойчивы к таким стрессам Все что угодно, террористический акт, катаклизм, обрушение фондовых бирж Психопаты это те люди, на которых можно положиться в этой ситуации, они продолжают действовать хладнокровно И психопаты это люди, профессор Кевин Даттон, руководитель психологического отделения Кембриджского последствия Оксфордского университета В 2000-е годы разработал опросник Впоследствии на его основе был составлен список десяти профессий с наибольшей концентрацией психопатов в них На территории Великобритании В первой пятерке оказались нейрохирурги, в определенной мере мои коллеги Видеожурналиста, юриста И на первом месте были банкиры Политики не учитывались, потому что само собой разумеется, что это без по крайней мере определенного проявления психопатии Политику с овацией бесполезно Политики не учитывались при этом опросе и при этом, в этом исследовании И напротив, наименее располагающие психопатии и принимающие психопатию профессии Это акушеры, медсестры, федиатры, учителя Ну это по крайней мере в Великобритании, в Англии У нас не уверен, что учителя это не самая психопатическая профессия Я еще раз подчеркиваю, что психопат и психотик или невротик это совершенно разные состояния То есть психопат это человек, который никогда не выйдет из себя, никогда не повысит голоса Наоборот, этот человек умело манипулирует, держит себя в руках и умело манипулирует чувствами, эмоциями окружающих То есть в нем развита когнитивная эмпатия, о которой я скажу сейчас Когнитивная эмпатия, иными словами, сопонимание чувств Он прекрасно читает чувства своих контрагентов, окружающих его людей И способен манипулировать этими ощущениями, этими чувствами, на них умело играть При этом сам эти чувства он не испытывает То есть когнитивно или рационально он осознает, что должен чувствовать обычный человек в той или иной ситуации Это и есть сопонимание, то есть это не сочувствие, а сопонимание Когнитивное сопонимание этих чувств, чувств другого человека Это и есть определение когнитивной эмпатии В отличие от эмоциональной эмпатии, которая предполагает со-чувствование То есть способность переживать эти же чувства внутри себя Глядя, например, на страдания другого человека или более широко другого живого существа Сколько у нас все-таки здесь защитники животных К этому фактически приурочено мое выступление, моя лекция О том, что к тому, что эмоциональная эмпатия, когнитивная эмпатия Здесь речь идет не только о людях, но и о страданиях других живых существ Долгие годы это оставалось уделом обсуждений философов В частности специалистов по нормативной этике психологов и психиатров Я имею в виду эмпатию и отклонения в области эмпатии Индивидуальное отклонение В 2000-е же годы, наконец-то, с развитием нейронауки С развитием когнитивной, бихевиоральной и гевиломентальной нейробиологии С развитием функциональной магниторезонансной томографии Позитронно-эмиссионной томографии, электроэнцефалографии Появились возможности для обдружения нейронных коррелятов эмоциональной и когнитивной эмпатии То есть нейронных субстанций внутри головного мозга, черепной коробки Или нейронных структур, которые позволяют Которые в кавычках отвечают за проявления и испытывания эмпатии Когнитивной и эмоциональной эмпатии И в начале 90-х годов 20-го столетия Одним из первых выдвинувших предположения, что необходимо исследовать Прежде всего мозг на функциональном магниторезонансном томографии Был социальный психолог Дэниел Бэтсон Впоследствии написавший книгу 7 things empathy is 7 вещей, которыми является эмпатия Развенчиво многочисленные мифы о том, что такое эмпатия в общественном понимании И что в действительности можно считать эмпатией И вот в 2000-е годы начались многочисленные функциональные исследования На томографах явления эмпатии В частности, в 2009 году Джошуа Грин, на тот момент доцент Гарвардского университета Доцент нейропсихологии Впоследствии и ныне уже профессор Со своей исследовательской группой Проверил реакцию определенных отделов головного мозга На дилемму вагонетки Как в вариации оригинальной Филиппа Фуд Так и в вариации Джуди Джарвис Томпс И обнаружились удивительные явления Порядка 95% людей В первом случае Участников эксперимента Участников исследования Долго не раздумывая Утвердительно ответили на первый вопрос Способны ли они переключить рычаг, рубильник Убить одного ради пяти? Да Перевести на соседний путь И менее десяти процентов Отрицательно ответили на это И здесь еще важно Важно заметить Что речь идет даже не об устном ответе Артикулированном ответе этих людей А об ответе их мозга Еще в середине 60-х годов Бенджамин Либетт Тогда еще на электроэнцефалографе Убедительно показал Что ответ или решение на жизненную ситуацию Формируется у человека в мозге за 5 или 7 секунд До того как он осознает это решение То есть ему еще кажется Что он решает, колеблется, выбирает А решение в мозге уже готово Соответственно и здесь Люди еще раздумывали ответить Да или нет А исследователям уже было видно на снимке Да или нет В зависимости от активации Определенных сочетаний отделов мозга Которые я сейчас попытаюсь схематично изобразить Во втором же случае Во второй вариации В вариации Томпсона С толстяком которого необходимо Столкнуть на рельсе Менее 30% людей С большими колебаниями Которые согласились Столкнуть Солстяка На рельсе Соответственно Более 70% Решительно Отказались Это делать Здесь Возникает Очень и очень Интересный вопрос Очень любопытный вопрос Если Я полагаю Некоторые из вас Присутствовали На аналогичном Мероприятии Год назад Здесь Устами моего Хорошего Товарища Друга Олега Савицкого Было Зачитано Мое обращение О Двух школах Нормативной этики О том Что считать Моральным Аморальным Или Этически правильным Этически неверным А именно Диантология И Консеквенциализм Или Утилитарная Философия Нормативной Этики То есть Речь идет Или О некоем своде Правил Это делать запрещено Потому что запрещено И все Ни при каких обстоятельствах Это не является Этически оправданным В случае С консеквенциализмом Как вы понимаете С самого слова Из корня слова Речь идет о Последствиях Действия считается Можно квалифицировать Как этическое В том случае Если его Последствия В целом Положительны В данном случае Диантологов Возникает одна проблема В их стройной философии Скажем По их философии Согласно Диантологической Школе Нормативной этики Причинение вреда Уже Делает невозможным Квалификацию Поступка Как этического Но если человеку Требуется Ампутация Ноги С целью спасения жизни Например, вследствие Гангарена С точки зрения Диантолога Ампутация ноги Это аморальный Не этический поступок Соответственно Человек умрет Но он умрет Своей смерти В смысле аморальный Он же останется жив Подумаешь Проблем нет Я объясняю Это диантологическая школа Значит, ты консеквенциалист Вот Консеквенциалисты Считают Наоборот Консеквенциализм Как это сейчас называется Особенно в США А в оригинале Это все-таки была Утилитарная философия Зародившаяся В Великобритании В 18 веке Джереми Бентом 100 лет спустя Джон Стюарт Милл Считающийся Философией Родоначальниками Утилитарной философии Они утверждают Нет Постойте Безусловно Ампутация ноги Это очевидный вред Но ампутация ноги Ради спасения жизни Человек способен Еще 10, 20, 40 лет Прожить Пустить теперь С ограниченными возможностями Физиологическими Но тем не менее Более менее счастливую жизнь Здесь вы Лишаете его Потенциально большого Отрезка Счастливой Радостной Событийной жизни Увлекательной Таким образом Последствия в целом Перевешивают Вот этот временный вред В виде ампутации ноги Последствия в целом Положительные Соответственно Действие этическое Оно Максимизировало В данной ситуации В данных обстоятельствах Максимизировало Счастье И пользу Для этого Человека Так вот Фактически Дилемма Вагонетки И есть Наглядная Иллюстрация Больших противоречий В сфере Нормативной Этики Поскольку Две Ситуации Два этих Сценария Абсолютно идентичны С точки зрения Утилитарной Философии Пятеро выживших Один погибший Для того Чтобы Выжили Пятеро А если Пятеро Бомжей А погибший Какой-то Человек Который Это не имеет Значение Значит у вас есть Психопатическая Расстройство На мосту О том Об истреблении Евреев Комосексуалов Цыган Коммунистов И инвалидов А те Пятеро Несчастные Евреи Вот Да Или наоборот Соответственно сказать Этот человек В будущем спасет мир Это какой-нибудь Мартин Лютер Кинг Новый Или Гарри Юровский А там Пятеро Это бывшие Зэки Которые сбежали Рецидивисты Сбежавшие из тюрьмы Которые Пытались спрятаться От преследования На рельсах Вот Здесь Сценариев много Но я изначально Почерпнул Что Все условия Исходные условия Очерчены этим сценарием То есть Абстрагируемся от того Какие это люди Положительные Или отрицательные С точки зрения Грубой Утилитарной философии Которую я Равно как и Диантологическую школу Считаю Не совсем верной И требующей Больших уточнений Поправок Оговорок Ситуация одинаковая Пятеро против одного Но нет у тебя Времени Пойти и узнать У них Кто они? Вот В этом Вся и фишка Буквально Одна-две секунды На принятие этого решения Так что не важно А еще про ногу Почему кто-то решает Ампутировать Человеку ногу А допустим Если человек решит Мне не нужно ампутировать Я хочу умереть Потому что без ноги не хочу жить Пожалуйста Но в данном случае В данном случае Речь идет о том Что человек дал согласие А хирург допустим Диантолог Он подходит и говорит Нет я не ампутирую Тебе эту ногу А если он без сознания И ты не можешь его спросить Он уже там по наркозам Потому что ему плохо Вот для чего эти пытания принимаются И у нас мало часа Да Давайте я расскажу Может быть просто будет Много времени для дискуссии еще Пятеро против одного Однако в одном случае Мозг Я еще раз говорю Это несознательный процесс Он происходит за 7 тысячных долей секунды 7 тысячных 7 миллисекунд Решение в голове В таких ситуациях Почему же все-таки То есть именно нейрофизиология Дала наконец-то ответ На этот вопрос Почему же одни считают Большинство считают Что в первом случае Такая жертва оправдана И отвечают Что способна Перевести поезд на эти рельсы Это отдельный вопрос Значит Во втором случае Большинство Не способны это сделать Да потому что речь идет Можно философствовать Сколько угодно Но речь идет о том Что активируются Совершенно разные Участки мозга У обычных людей В первом случае Речь идет о Когнитивной эмпатии Человек не чувствует Своей близости К тому Кто погибнет Под поездом Он делает это Опосредованно Это Что называется по-английски То есть Опосредованное Безличное Безличностное Влияние На ситуацию Или Холодная эмпатия Во втором случае Речь идет уже О личной эмпатии О непосредственном Активном участии Человека в процессе То есть Он соприкасается С другим человеком И преодолевая Его сопротивление Сталкивает его на рельсах Он совершает Убийство Откровенно Если в первом случае Оно как бы опосредованно Хотя опять Говорю С точки зрения Консекенциализма То есть Здравого смысла Совершенно Холодного Расчетливого Мышления Это одно и то же В том и в другом случае Вашим решением Убивается один Спасаются пятеро Вот За это отвечают Другие Отделы Мозга И вот сейчас Я пытаюсь изобразить Очень схематично Можете Впоследствии Посмотреть в интернете На Томограммы Функционально-магниторезонансные Позитронные Эмиссионные Где Нагляднее все будет Представим себе Что это мозг Разрезы Вот это основание мозга Вот здесь Мозжечок Всем видно Да? Это основание мозга Вот здесь Внутри мозга В самом Сердцевине мозга Находится Так называемая Лимбическая система Ее так называл Во второй половине 19 века Французский Анатом И врач Поль Брака Лимбическая Система Которая присутствует Еще у ящериц То есть это Древняя Дремучая Животная Система В которой Содерживается Отвечает за жизненно важные Автономно исполняемые Организмом функции В частности В ней расположены Таламусы Гипоталамусы В гипоталамусе Много ядер То есть Групп Клеток Выполняющих Разные автономные функции То есть не зависящие От вашей воли От вашего сознания И вашей санкции На то Например Дыхание Респираторные циклы Сердцебиение Давление Кровяное Поддержание Температуры Тела И так далее И так далее И так далее Вот Точно Так же В лимбической системе Это те пункты, которые мы не контролируем Да Да Они расположены В гипоталамусе Вот здесь Вот здесь Таламус И под ним гипоталамус Отсюда и название Гипоталамус Под таламусом Ниже таламуса А вот здесь Расположен Такой очень любопытный Орган Который Называется Который Называется Амигдала Что в переводе с латыни Миндаль Или Миндалины Их так Назвали По внешнему Сходству С миндальными плодами Амигдала Это парный орган Соответственно В левом полушарии Одна амигдала Вторая В правом полушарии Хоть симметрично Амигдала Очень важный орган Многие утверждают Что Говорят упрощенно Что это Эмоциональный Центр мозга Главный эмоциональный Центр мозга Но это Не совсем Точно С научной точки зрения Потому что эмоции Это Такое Совершенно расплывчатое Размытое Научное Ненаучное Подчеркнутое Ненаучное Слово Понятие Которое Очень сложно определить С научной точки зрения То есть это Грубо говоря Это просто Комплекс Комплекс Физиологических Активаций Или комплекс Механизмов Вызывающих Каскад Физиологических И эндокринных Реакций В ответ На определенные На определенные Внешние стимула Амигдала Тот же Их Главная Функция Это Это Распознавание Внешних Стимулов Исходящих Стимулов Соответственно Визуальных Аудиальных Стимулов Кинестетических Стимулов Вкуса Запаха И так далее Всех Основных Стимулов Которые Можем Воспринимать Термоцептических Квалификация Их Как Угрожающей Жизни Или не угрожающей Жизни Если амигдалы Распознают Входящий стимул Как Потенциально Опасный Для жизни То они Активируются Максимально активируются То есть В них Регистрируется Повышенная Электроактивность Максимальное Напряжение И они Запускают Череду Или Каскад Активации Внутри Мозга Начиная с Гипоталамуса Передняя доля Гипофиза Впоследствии Выделяющиеся Гормоны И релизинг-факторы Отправляются По спинному мозгу Отправляются В надпочечники Коре Надпочечников Выделяющие В свою очередь Класс гормонов Глюкокортикоиды Они отправляются Обратно В мозг Воздействуют На соответствующие То есть Система эта Запускается Подсознательно Что называется Когда амигдалы Воспринимают Внешний стимул Как Опасный для жизни Реакция Называется В англоязычной Науке Литературе То есть Зебра Убегающая От голодного Льва Она убегает Борясь За свою жизнь За свою жизнь У нее Происходит Каскад Вот этих Нейроэндокринных Активаций Вследствие Которых Выделяется Не только Глюкокортикоиды Но и Эпинефрин И Соответственно Адреналин И Норадреналин Как мы Называем Чаще всего В миру В быту Стимулирующие Мышечную Активность Отсюда Появляются Вот эти Невероятные силы В стрессовых Ситуациях Когда человек Способен